Ирина Бухинская много лет работала бухгалтером-экономистом, но всю жизнь хотела стать парикмахером. И вот теперь, когда пенсия на горизонте, решила наконец осуществить мечту. Объявление на двери колледжа о том, что идет набор на бесплатное обучение парикмахерскому искусству, помогло кардинально изменить жизнь. Проект, я считаю, очень замечательно, потому что, знаете, вот на возрасте уже предпенсионном узнать что-то новое, прожив полвека в жизни и узнавая новые, как говорится, новые прически, новые технологии. Я считаю, что это очень интересно. Мне это заинтересовало. Люди, которые наступают предпенсионный возраст, они, наверное, немножко в растерянности. Я считаю, что мне лично повезло, потому что я приобрела новую профессию абсолютно бесплатно. Я думаю, что там своих внучек вообще всегда хочется. Ну, я теперь очень много навыков делаю, то есть я могу, знаю, вернее, я могу себе красивую грамотную прическу сделать, там, деткам что-то там, посоветовать. В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна парикмахерскому делу обучились более 40 человек предпенсионного возраста. Занятия проходили в две смены. Расписание составляли с учетом пожеланий слушателей. По окончанию курса студенты доказали свои знания на демонстрационном экзамене. В предпенсионном возрасте очень часто люди задумываются о том, что есть необходимость реализовать какие-то юношеские мечты. Если кто-то раньше мечтал быть парикмахером, то сейчас у них предоставилась такая возможность за счет средств федерального бюджета. Только лучшие техникумы и колледжи имеют право на переквалификацию людей предпенсионного возраста. В Самарской области таких 15. Свой профессионализм они доказали в марте на конкурсе, который прошел благодаря соглашению Министерства образования и науки Самарской области с Союзом Агентства развития сообществ и рабочих кадров молодые профессионалы WorldSkills. С группой работали сертифицированные эксперты, которые утверждены Академией WorldSkills. Все, что мы делаем, это жесткие, четкие правила. Это нелегкая, но ответственная работа, в которой мы и принимаем участие. Работа была их достаточно сложной, потому что они получили и навыки во время практических занятий, они получили очень много теоретического материала. Но мало того, они должны были подтвердить свои компетенции, которые ими приобретены во время демонстрационного экзамена. Поэтому сегодня, конечно, для них большой праздник. Пекарь, повар, закройщик – 27 профессий на выбор. Курс длится 3 месяца. Обучают людей старшего возраста не только по нацпроекту «Демография», но и по проекту «Образование», которое входит в федеральную программу «Новые возможности для каждого». Освоившим новую профессию помогут и трудоустроиться. Во-первых, они будут владеть новой профессией. Во-вторых, они могут трудоустроиться. Сегодня мы познакомимся с одним из работодателей, который уже готов принять первых выпускников на рабочие места. На мой взгляд, это очень правильно, это своевременно и это эффективно. По региональному проекту «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» до 2024 года планирует обучить около 2 миллионов человек. Елена Малютина, Дмитрий Мишканцов. События.